Всем привет! В этом небольшом видео я покажу вам как можно еще использовать приспособление для болгарки, которое я сделал в прошлом выпуске самоделок. Заодно приведу в порядок свой рабочий стол для съемок более качественного видео. Все для вас, друзья. Поехали! После выпуска прошлого видео у вас появилось много вопросов. Первый и основной. Мое ли это видео? Как вы видите, автором прошлого выпуска являюсь я, иначе откуда у меня этот инструмент? Второй вопрос. Как сделать абразивную ленту? Я просто покупаю наждачку от ленточных шлифовальных машин и разрезаю ее на полоски. В данном случае на три части. И последний вопрос. Не слетает ли лента при работе и работает ли приспособление вообще? Конечно, работает. Давайте посмотрим как. Для первого испытания я нашел у себя старый ржавый молоток времен СССР. И давайте попробуем привести его в чувство. Всегда мечтал сделать для себя полированный молоток, и моя мечта потихонечку сбывается. Зажимаем пациентов в тиски и поехали. А пока шлифуем, отвечу еще на один вопрос. Рвется ли лента? Конечно, рвется. Но улетает она в основном вперед, максимум на полметра. При съемках этого видео порвалась только одна лента. Шлифовать деталь нужно, начиная с самой крупной наждачки и заканчивая более мелкой. У меня самая маленькая оказалась на 400, поэтому дальнейшую шлифовку молотка проводил при помощи бормашинки. Если честно, очень муторное это дело шлифовать советский молоток. Пробовал я его точить обычным напильником, но он его просто не взял. Но я думаю, результат того стоил. Теперь мой молоток выглядит вот так. Подготовил я уже для него ручку, попозже ее насажу и увидите результат. А пока попробую привести в чувство поверхность своего верстака. Для этого я снял все доски и сейчас будем их шлифовать. Буквально минута делов и доска стола выглядит как новая. Обработал я их все на одной наждачке. Шлифовальных кругов для болгарки на этот объем мне бы потребовалось штук 5, так как они быстро забиваются. И в последнюю очередь шлифуем подставку для ручного инструмента. А для какого вы узнаете чуть позже. Как я уже говорил в прошлом видео, этим приспособлением можно не только ровные поверхности шлифовать, но и труднодоступные места. Например, вырезы для инструмента. Вот так, потратив всего один час, можно привести в чувство не только рабочий инструмент, но и рабочее место. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте свои оценки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а также пишите свои идеи для будущих самоделок. Не забывайте поделиться этим видео с друзьями. Я думаю, им будет так же интересно, как и вам. А с вами был я, Михаил, и это канал Китай Мастер. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»